Простое совпадение или кричащее политическое послание? В США обсуждают скандальный наряд Мелании Трамп. Она приехала в техасский центр с одержанием детей-мигрантов в куртке с надписью «Меня не волнует, а вас». Кому адресовано это послание, теперь разбираются уже на самом высоком уровне. Артём Красулин знает подробности. В пресс-службе тысячи гневных комментариев в соцсетях, а производителям одежды превосходная реклама и шанс заработать. Это верх лицемерия, заявляют демократы. В итоге, республиканцы смягчают, скорее, недопонимание. В итоге, надпись на куртке своей супруги разъяснять приходится главе Белого дома. «Мне действительно всё равно, а вам?» Размещенная на задней части куртки Мелании относится к лживым СМИ. Мелания узнала, насколько они бесчестны, и ей теперь действительно всё равно. Даже если эти слова на 200% совпадают с действительностью, самая злободневная внутренняя проблема в США заставляет воспринимать этот слоган иначе. Даже лояльные семье Трампа жители согласны, что куртка с такой надписью – не лучший наряд для поездки в техасский центр для содержания детей нелегальных эмигрантов. Тем более, когда журнал «Тайм» выходит с обложкой, кричащей о неспособности Вашингтона решить проблему мигрантов, а обозреватели «Нью-Йорк Таймс» пишут, что министерства, которые должны заниматься размещением и содержанием детей-мигрантов, не могут договориться между собой. Пентагон якобы готов выделить 20 тысяч спальных мест для детей на территории военных баз. Но о согласии размещать там же их родителей никто не сказал ни слова. А значит, подписанный буквально накануне указ Трампа, запрещающий разлучать семьи, пока что повис в воздухе. Нам приходится работать с ужасными последствиями законов демократов по эмиграции. С 2014 года около 200 тысяч детей и подростков прибыли в США. Но никто не задумался выделить средства на размещение детей. Спальные места и необходимый персонал. Люди страдают, и теперь демократы наконец-то хотят, чтобы мы позаботились о эмигрантах. Прекрасно! Мы займемся этим! Первые плоды работы Трампа тиражируют американские телеканалы. Вот первоклассный центр размещения эмигрантов во Флориде. Питание, спальные места, спортивные площадки. Как говорится, все в наличии и даже ассортименте. А это уже кадры из Виргинии. Дети беззаботно играют в футбол, делают уроки. Проблема только одна. Родителей вместе с ними не размещают. А это, по мнению правозащитников, прямое нарушение свобод человека. Очень неприятно, что все эти вещи происходили здесь, и мы о них ничего не знали. Люди приезжают сюда, чтобы начать или выстроить счастливую жизнь. Но им не рады. Никто о них не заботится. Все это разочаровывает, ведь это уже не Америка. Дальше хуже. В распоряжении американских журналистов попали свидетельства детей из все той же Виргинии. Рассказы об условиях содержания напоминают истории из Гуантанамо. Детей якобы держат в бетонных клетках, на юных беженцев надевают наручники, их бьют и держат заперти. Неудивительно, что после таких показаний десятки тысяч человек в США и Мексике собираются на демонстрации против миграционной политики Вашингтона. Причем на этот раз на улицы выходят не только убежденные противники Трампа. Главное для митингующих пресечь нарушения прав ребенка. А чья это вина и кто будет решать проблему, уже как раз по мотивам скандальной куртки первой леди США. Артем Карасурин, Вести. Артем Карасурин, Вести.